Сегодня мы начнем говорить на непростую тему. Я назвал серию проповедей, которые будут в ближайшие, может быть, два месяца «Искусство жить вместе». Каждую среду мы будем, если Бог позволит, говорить на эту тему. В анонсе, если вы еще не подписаны на социальные сети нашей Церкви или на мой Инстаграм, сделайте это для того, чтобы получать всегда свежие анонсы о том, что предстоит, о том, что будет происходить, и вообще иметь достоверную информацию. Искусство – это то, что мы предполагаем как некий навык, наработанный и отточенный через поколения, годами жизни. И некоторые навыки, они сегодня в современном обществе перестали быть актуальными и забылись. Есть много ремесел, профессий или каких-то жизненно необходимых еще совсем недавно процессов, которые столетиями сохранялись, передавались, нарабатывались, а потом просто из-за ненужности были забыты. Например, сегодня не так много людей умеют хорошо управлять или ездить на лошадях. А еще недавно это был тот единственный способ передвижения. И каждый более или менее состоятельный или человек, который мог себе позволить или жил в такой местности, где было коневодство, и люди умели управлять, они знали, как запрягать, они знали, как ездить на телегах или ездить верхом. Сегодня многие из нас не знают, если сказать, не знают, с какой стороны подойти к коню. То это искусство сегодня потеряно для многих и осталось для некоторых избранных на соревнованиях или еще на каких-то таких процессах, где они занимаются, или, может быть, человеку просто это интересно, и он как-то развивает это в себе. Но в основном в обществе навык потерянный. Это один из примеров, который можно привести. Искусство, которое на сегодняшний день уже не общедоступное. Статистика разводов сегодня в мире показывает, что, к сожалению, семья в современном обществе тоже стала искусством, которое имеет потерю своей значимости. То есть люди перестали уметь жить вместе. Они потеряли эту способность строить семьи ни на один год, ни на 10 лет, ни пока детей вырастим. Потерялась способность строить семью на всю жизнь. Оставаться вместе, начиная с молодости и завершая днем смерти. Искусство жить вместе – это то, что, я верю, Дух Святой положил в мое сердце и вдохновил меня, чтобы мы с вами начали изучать эту тему и просить Бога, чтобы Бог помогал нам возвращать это искусство. Это на самом деле искусство. Это непросто. Если бы это было просто, тогда почему так много разводов? Если бы это было так легко, взаимодействие двоих людей – это непростой процесс, но он возможен. И он не только возможен, он абсолютно прост и осуществим, но для этой простоты необходимо знать, как пользоваться продуктом, подаренным Богом человеку, который мы с вами сегодня называем семья. Когда, если мы вернемся к наездникам, когда ты смотришь, как они легко и просто управляются с лошадью, как они просто могут скакать, делать какие-то даже упражнения, брать какие-то барьеры. Или в фильмах мы, если какие-то вестерны, старые фильмы смотрим, как они легко запрыгивают в седло или даже без седла, делают какие-то акробатические трюки. Все поверхностно, все кажется просто. Пока ты сам не попробуешь, как подойдешь поближе, думаешь, вообще оно надо или не надо тебе это. Может быть, спокойнее на земле, на двух ногах. Точно так же бывает в семье. Я думаю, что одна из причин, почему сегодня так поздно начали жениться и выходить замуж, люди просто не знают, с какой стороны подойти к семье. И вот это вот определенный испуг, определенное переживание, оно ставит какую-то границу. И человек отодвигает, 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 потому что, ну, я еще не готов, я еще не готов, я еще не готов. И в процесс подготовки, на самом деле, он не ускоряется от того, что мы его постоянно отодвигаем. Он просто отодвигается. Хорошо, это такое небольшое основание для того, о чем мы будем с вами говорить. Мы будем говорить о искусстве жить вместе. Это, уверен, будет полезно, как тем семьям, которые уже существуют, тем семьям, которые проходят через кризис, тем семьям, которые сейчас абсолютно счастливы друг от друга, и тем, кто еще не основал семьи, а думает, молится и готовится. Я убежден, что это будет полезно для всех категорий. Давайте начнем сегодня и будем говорить на первую тему. И она звучит совсем, может быть, на первый взгляд, не вдохновляюще. Но прежде чем я ее назову, чтобы вас не распугать от ваших устройств, Слово Божье прочитаю. Слово Божье исцеляет. Евангелие Марка, 10 глава, с 4 по 9 стих. Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Люди подошли к Иисусу с определенным вопросом. Они пытались подвести его к кризису общества. Оказывается, этот кризис абсолютно не новый. Он был еще при Моисее. Во всяком случае, он был зафиксирован в заповедь при Моисее. И Бог об этом знал. И Бог знал причину, почему Моисей разрешил им это делать. И заметьте, Христос не говорит, что Бог разрешил. Он говорит, Моисей разрешил. Оказывается, в жизни служения Моисея были те вещи, которые регулировал Бог. И мы знаем эти заповеди. И были те вещи, которые регулировал Моисей. Как ведущий, как лидер своей нации. Ему нужно было решать определенные вопросы. Но не все решения были абсолютно Богом. Спущены с небес на землю и даны Моисею. Это просто была безвыходность, внутри которой он пытался найти ответы. И эти ответы были от Моисея. Об этом говорит Иисус. Моисей позволил писать. Иисус сказал ему, по жестокосердию вашему он написал. Он написал вам сию заповедь. Это не было заповедь Божия. Это не было прямое позволение Божие. Это была попытка решить проблему в обществе. Сегодня в обществе также есть эти проблемы, когда люди встают перед разводом. И иногда развод является единственной возможностью сохранить чью-то жизнь. Потому что, к сожалению, внутри семьи происходят иногда очень ужасные вещи. Происходит насилие, происходит безумие. Происходят те вещи, которые не предполагают совместной жизни в гармонии и любви. И поэтому иногда из-за жестокости людей развод оставляет как единственный шанс. Но не это была воля Божья. Воля Божья для семьи была следующая. Двое станут одним целым. И мы будем говорить сегодня, и начнем говорить сегодня о том, как нам приходить к этой способности из двоих становиться одним. Как быть способными пронести завет от начала и до конца. И не просто как бремя, не просто как какую-то, знаете, кару Божью, которую вот нам не изменить никак, а как благословение и возможность, которая для нас Богом дана. Я включаю старт таймера. Сегодня специально не взял ноутбук, чтобы не искушаться вашими чатами, потому что сразу захочу с вами поговорить. Поэтому буду проповедовать вам с листка распечатанного, точнее четыре. Если вы следите, когда завершится проповедь, у меня четыре. Поэтому можете считать, как я их откладываю, и, соответственно, можете видеть финал, когда приближается проповеди. Хорошо. Вернусь к теме сегодняшней, и я вам немножко уже дал такой как бы анонс этой темы, что она не совсем звучит приятно. Анонс сегодняшней темы вот такой. Потенциал боли. Потенциал боли. Когда мы говорим с вами о боли? Ну, давайте так скажем. Когда мы говорим с вами о семье, если бы я вас спросил, скажите, пожалуйста, вот что много в семье? И вы, наверное, если вы семья, или вы те, которые готовитесь стать семьей, правильный ответ был бы такой. Ну, в семье много счастья, в семье много любви, в семье много радости. И это все правильные ответы. Но если сказать, а давайте теперь честно, что много в семье? Чего много во взаимоотношениях людей? Вот в чем нету дефицита? Вот если в чем-то вот что-то вам надо напрягаться, искать, как-то вот стимулировать, вдохновлять, как-то вот доставать откуда-то. Вот есть, знаете, то, что в дефиците, а есть то, что вне в дефиците. Вот что у вас не в дефиците? Я вам скажу, что не является дефицитом во взаимоотношении людей. Это боль. Это боль, которая присутствует во взаимоотношениях. Можно прятаться, но я положил для себя большое желание, чтобы эти учения не были страусинными. Когда мы будем прятать голову в песок и говорить только о добрых и хороших вещах. Я хочу говорить прямо и открыто, потому что только так мы сможем понять истину, которая сделает нас свободными и поможет нам совершить наш жизненный путь в благословении. Итак, если мы говорим о семье, если бы вы меня спросили честно, Александр, вот что для тебя семья, вот что много в семье, слава богу, в семье много боли. Конечно, в ней есть любовь, конечно, в ней есть радость, конечно, в ней счастье, конечно, в ней всего этого. Но если вы спрашиваете меня честно, я хочу вам сказать, семья – это больно, потому что семья – это отношения. Это отношения мужа и жены, это отношения родителей и детей. И в этом присутствует живой фактор, от которого никуда не деться. Если ты будешь игнорировать этот фактор, то это будет разрушать и вести тебя к обольщению. Ты будешь постоянно разочарован. Ты будешь в своих взглядах префекционистом, да, ты будешь говорить о правильных вещах, о высокой материи, а реально будешь жить в другом мире. И это разница миров твоего придуманного мира и твоего реального мира. Она будет сокрушать твое сердце. Поэтому чем раньше ты скажешь себе правду, тем лучше. В моей жизни есть моменты, когда я выхожу в молитве или в отношениях к церкви или в семье, я один остаюсь в молитве, я сажусь, я говорю, Господь, мне просто больно. Я не хочу говорить об этом, я не хочу как-то вникать в это, я не хочу рассуждать об этом. Ты сердцеведец, Господь, ты все знаешь. Я просто хочу тебе сказать, сегодня мне больно. И я благодарю Бога, потому что Он целитель. Если бы у нас сейчас был чат, я бы искусился и сказал, напиши целитель. Вот я его не увижу, но напиши себе, Бог целитель. Он целитель, а значит, Он знает, как разбираться с болью. Если ты прячешь свою боль, тогда Он не может исцелить тебя. Но если ты открываешь перед Ним свою боль, тогда Он исцеляет твою боль. И у тебя не остается возможности сохранять себя на территории тьмы или какой-то серости, полумглы. Ты выходишь в свет, потому что ты знаешь, Бог исцелил меня. Мне было больно, но Бог меня исцелил. Давайте сегодня поговорим о боли и поговорим о исцелении. Вообще у меня первая проповедь была запланирована другая. Я хотел говорить о начале, о том, как ложить фундаментальные взаимоотношения, камни фундаментальные во взаимоотношениях. Но уверен, что Господь повел меня сегодня и направил, и последние два дня я писал эту проповедь. Он сказал, начни с исцеления. Начни с исцеления. Итак, когда мы говорим, что в семье много боли, нам кажется, что в ней все плохо. То есть, если я вам скажу, у меня в семье за 20, уже скоро 5 лет было много боли, и вы подумаете, о, бедный парень, как тебе тяжело. Неужели все так плохо? Слушай, а нам-то казалось, вы так с Валерией неплохо выглядите. Ну и дети вроде бы слюну по бороде не пускают. Вроде бы все, ну, с виду-то все нормально, а оказывается так все плохо. Дорогие, давайте сначала поймем, что значит много боли. Если мы не поймем правильно сам фактор боли, тогда мы будем постоянно лукавить. Боль – это не грех. Боль – это даже не проблема. Боль – это инструмент, который дал нам Господь. Так получилось, что мы живем в мире несовершенном, окруженный несовершенным, и сами в нем являемся несовершенными. И в результате нашего несовершенства в этом мире есть определенная боль, определенная немощь, которая регулирует наши взаимоотношения и помогает нам лучше понимать друг друга. Если убрать боль, извините, мы станем какими-то монстрами. Это то, что пытаются там сделать в каких-то фантастических рассказах, когда убрать из человека ощущение боли, чтобы он просто был какой-то машиной для убийства. У него нет ни сочувствия, ни способности к состраданию, ни к способности регуляции своих взаимоотношений. Это уже не человек, это робот, бесчувственный. Боль помогает нам оставаться людьми. Поэтому, когда мы говорим, что у нас есть много боли, мы говорим, у нас есть много человечности. Конечно, если бы я сказал, в моей семье много человечности, ну, сестры бы умилялись, братья бы как бы, ну, так немножко приободрились. Но боль, она свидетельствует о нашей человечности. Давайте немного больше вникнем в эти процессы. Послание к римлянам 8.23. Апостол Павел говорит о творении. И не только творение, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Когда Павел говорит о нашем теле, он говорит о стинаниях. Разве мы с вами не верующие? Верующие. Разве Христос не искупил нас? Конечно, искупил. Разве Дух Святой не в нас? В нас. И он говорит, мы имеем начаток духа. Но при этом, даже будучи верующими, освященными, исполненными Святого Духа, наше тело продолжает побуждать нас к стинаниям, то есть к некому стону, который вырывается из глубины нашего сердца, потому что все несовершенно, потому что тело имеет ограничения, потому что тело имеет чувства, эмоции, и иногда эти чувства, эмоции, они сталкиваются с чем-то в этом мире, и это производит боль. Павел говорит, мы в наших телах стинаем. А если мы будем смотреть дальше, то когда мы видим, что Христос в Своем Слове сравнивает семью с телом, мы читали об этом выше, он говорит, двое станут одной плотью, то есть станут телом. И если мы говорим о теле, то в принципе говорить о теле и боли – это нормально, потому что все из нас имеем боль в теле. Но если мы говорим о семье, как о теле, разве боль – это не является нормальным регулятором внутри тела? Итак, надо быть честными и признавать. Если вы хотите исцелиться, первое, что вам нужно признать – что есть боль. И эта боль нуждается в исцелении. Когда мы говорим о теле, которое несет в себе потенциал боли, и это не плохо и не хорошо, это просто факт, то боль в нашем теле стала инструментом баланса. Именно боль помогает нам не хвататься за горячее. Боль помогает нам предостеречь себя от каких-то безумных поступков. Боль показывает нам необходимость заботы о том или ином органе в нашем теле. Боль помогает нам дать ограничения, которые дают нам отдых и возможность. Боль останавливает нас, боль продвигает нас. Боль является инструментом регулятора. Она не плохая или хорошая. Она просто необходимый инструмент для выживания человека в несовершенном мире. Поэтому давайте научимся относиться к боли нормально и научимся справляться с ней. Если мы научимся справляться, регулировать и понимать боль внутри семьи, тогда нас дьявол уже не сможет обмануть, и он не даст возможность себе порадоваться, что он развалил еще одну семью. Боль – это первое, что встречает нас при рождении. Если вы увидите, как дети рождаются, я вот не видел, как у меня дети родились, Господь сохранил меня от этого. Некоторые отцы видят это, ну, у кого-то нервы покрепче, у меня не такие сильные нервы, поэтому я оставался дистанционно. Но то, что знаю, это ребенка побуждают кричать в первую секунду жизни. И вот крик ребенка означает «живой». Я вам скажу, что кричит он не от радости, я так понимаю, в этот момент. Он не кричит от счастья, что его вытащили на свет Божий. Знаете, от чего он кричит? От боли. Боль, которая свидетельствует о том, что теперь этот комочек живой. Боль встречает нас при рождении, и мы начинаем учиться с этой болью жить, регулировать эту боль, управлять этой болью, понимать эту боль, помогать ей быть нашим, или точнее делать ее нашей помощницей в жизни, чтобы наша жизнь была долгой и счастливой. Итак, боль свидетельствует нам о нашей жизни, о том, что мы живые, о том, что мы человечные. Если мы посмотрим на солдат, когда они проходят службу, их учат переносить боль, их учат справляться с болью. И это было бы хорошо, курс молодого бойца для каждой будущей семьи. Я иногда консультирую людей, которые пытаются вступить в брак или готовятся к семейной жизни. К сожалению, в последнее время это стало реже, это меня печалит. Но думаю, Господь все исправит, может быть, серия этих проповедей кому-то поможет. Когда я говорю с людьми о будущей семье, я говорю, вы понимаете, ну, так как я больше говорю с братьями, с мужчинами, я говорю, вы понимаете, что в семье есть такой вопрос, как воздержание. Есть такой вопрос, как непредвиденные обстоятельства. Есть такой вопрос, как ночные караулы. Есть много того, для чего нужно будет выносливость. Когда солдат готовят, я помню счастливые дни в советской армии. Время, когда на самом деле я сам пошел в армию, я не прятался, не бегал, не пугался. Мне казалось, что это тот инструмент, который мне поможет измениться в жизни, стать лучше. Поэтому я сам пошел в военкомат. Меня, в принципе, там и не особо ждали, но я туда пришел. И настоял, чтобы мне уже пора служить. Поэтому меня забрали вооруженные силы. Первое, с чем я столкнулся в армии, это с тем, что я не привык к тому режиму и к тому расписанию. Меня кормили тем, что мне не нравится. Меня поднимали так утром, когда я не хотел. Я мечтал, чтобы на улице утром был дождь. Потому что если не было дождя, наше утро в 7 утра начиналось пробежки, полтора километра мы бежали, и мне это совсем не нравилось. Нам делали марш-броски и другие какие-то мероприятия, караулы, когда вместо того, чтобы ночью спать, ты выходишь, два часа охраняешь технику, возвращаешься, а любящие сержанты, они не хотят, чтобы ты был плохим солдатом. Поэтому они говорят, что вместо сна у тебя есть сейчас два часа отдыха, замечательное время учить устав. Поэтому вот давай учи устав, а потом, когда перед выходом в следующий караул, ты расскажешь его наизусть. А ты его не можешь учить, потому что у тебя просто глаза закрываются. И вот эти 15-20 минут, которые выделяли, чтобы упасть и закрыть глаза на какой-то твердой, дощатой скамье, ты просто считал за огромное счастье. Для чего я это все рассказываю? Боль побеждается выносливостью. Именно выносливость становится тем инструментом, который помогает нам подчинить боль себе. Ведь семья – это рождение детей. А дети в процессе их роста, они разные. Они иногда не спят по ночам, они иногда просят есть, когда ты не готов их кормить. Они иногда делают какие-то вещи, за ними приходится убирать. Тебе приходится сталкиваться с тем, что причиняет тебе дискомфорт, определенную боль. И если у тебя нет выносливости, эта боль будет разрушать тебя. Многие браки распадаются на первых годах жизни именно по той причине, они входят в новый ритм, абсолютно неготовые, не имея в себе выносливости. Небольшие давления, абсолютно небольшие давления, они выбивают их из привычной колеи, и они рассыпаются. Дорогие, боль не является для нас проблемой. Она для нас необходима, чтобы учить нас выносливости. Если вы начнете учить себя дисциплине и выносливости, впоследствии боль не будет такой большой проблемой для вас. Конечно, неприятно будут некоторые процессы, их нельзя назвать таким вот глобальным счастьем, когда тебе надо ночью встать, куда-то идти, что-то делать, тебе хочется спать. Но чувство ответственности, которое было воспитано в тебе, чувство выносливости, оно помогает преодолеть эту боль. Итак, чувствую, я уже треть минимум аудитории потерял на армейской службе. Давайте перейдем к более хорошему, доброму, что можно узнать о боли. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 29 по 31 стих. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. И здесь апостол Павел употребляет образ семьи и образ тела, образ взаимоотношения. И он говорит, что это возможность заботиться, и любовь, которая проявляется друг к другу, это как любовь к собственному телу. Когда мы имеем внутри своего тела боль, болезнь или какой-то дискомфорт, к чему это нас побуждает? Это побуждает нас к нормальной заботе о теле. Поэтому боль, по сути, она создает комфорт. Если бы не было боли, не было бы комфорта. Поэтому некоторые любят притворяться больными, чтобы получить дополнительный комфорт. Некоторые притворяются больными, чтобы получить больничный, не пойти на работу. Некоторые притворяются больными, чтобы не пойти сдавать экзамен. Некоторые притворяются больными, чтобы не делать по семейным вопросам то, что необходимо сделать. Боль помогает кому-то обрести комфорт. И некоторые пользуются этой болью, чтобы приобретать комфорт. Поэтому нельзя уж так сильно хулить нашу боль. Боль помогает нам. Если нас окружают адекватные люди, адекватный человек реагирует на боль сочувствием. Он старается обеспечить того человека, который дорог в его глазах, когда он видит, что этот человек болен, что ему тяжело, он окружает его большей заботой. И именно это помогает нам более глубоко проникнуть в понимание любви. Любви к тем, к кем мы дорожим. Иногда именно боль становится таким мотиватором и активатором взаимоотношений. Она побуждает к молитве, она побуждает к каким-то жертвам, она побуждает к каким-то действиям. Я думаю, что каждый из нас может вспомнить то время, когда кто-то или наши дети, или наши супруги, если мы ими дорожим, они начинали болеть, они испытывали какие-то страдания. Насколько более мы ревностно относились в эти моменты, мы брали на руки, мы качали, если это маленькие дети, мы заботились, мы окружали определенным какой-то тишиной, комфортом, какими-то дополнительными заботами. Поэтому, когда мы говорим о боли, боль не является нашим абсолютным врагом. Боль иногда помогает нам понять нашу любовь. Боль иногда как бы пробуждает те чувства, которые заснули. Боль побуждает нас вспомнить о том, что, может быть, заросло мхом в наших взаимоотношениях. Я не говорю о том, что вы сейчас после этой проповеди прикинетесь больными, чтобы возбудить ревность в том, кто рядом с вами. Я не об этом, я не учу вас, как вызывать любовь через жалость. Я говорю о том, что говорит Писание. Когда мы имеем в своем теле какую-то немощь, мы греем и питаем свои тела. Забота – это реакция, создание комфорта, обеспечение условий безопасности. Когда мы смотрим на семью в контексте тела, мы начинаем это лучше понимать. Давайте посмотрим на то, как исцеляться, а то, как преобразовываться и преображаться. Я просто подумал об одном примере, на секунду остановился и понял, что не буду о нем говорить. Поэтому просто пойдем дальше по конспекту. Когда мы смотрим на успешные семьи, на успешные взаимоотношения, на победоносные жизни, мы так созданы, что мы хотим слышать какие-то рассказы или какие-то вещи, секреты, которые будут нас вдохновлять, которые нам будут рассказывать о новом уровне. Такое стремление нашей души. Но когда мы говорим о искусстве жить вместе, и если мы до этого момента не особо в этом преуспели, я хочу вам сказать, если честно, вам надо не хорошие рассказы послушать, а вам надо послушать те рассказы, которые дают возможность преодолеть определенные проблемы. Люди хотят слышать о успехе, потому что они хотят ассоциировать себя с успехом. Проблема в том, что если мы с вами будем говорить о успехе, вы будете чувствовать его на расстоянии. То есть вы будете слышать о нем, вам будет приятно слушать о нем, но вы абсолютно не на этом уровне. Это не помогает вам никак, кроме того, что это как-то просто вам приятно послушать об успехе в жизни других людей. То, о чем нам на самом деле стоит поговорить, и что нам надо слышать, когда мы стремимся к успеху, это о немощах, о проблемах, о трудностях, которые мы видим в жизни других людей, или с которыми они сталкиваются, они их преодолевают, они их побеждают. Нам необходимо осознать глубину немощи и неспособности в жизни других, чтобы самим начать уже искать под собой твердую почву и основание, что если Господь помог им, Господь обязательно поможет и мне. Поэтому не надо зачитываться, засматриваться только романтическими какими-то книгами или фильмами, где все так идеально, все так красиво, все красиво началось, все прекрасно продолжалось и все замечательно закончилось. Возможно, у вас такое будет. 0,001 процент, вот даю вам, что возможно, такое у вас будет. Но, скорее всего, вам нужно послушать о другом. Вам нужны истории, которые будут показывать вам немощи, искушения, испытания, определенные страдания, внутри которых люди способны находить ответы преодоления и силу Божью. Поэтому не пренебрегайте историями, которые помогут вам понять, вы не одиноки на этой земле. И то, что вы проходите, проходили другие, и у вас может быть способность преодолеть это, не разрывая взаимоотношения, а сохраняя их. Продолжение следует...